Я член этой комиссии, где по жилью мы приобретаем. Получается, раз в год все равно какая-то квартира кому-то дается. Да. Так это тогда неплохо. Я думала, вообще полный. Ну, скажем, выбирается какой-то контингент. Вот сейчас идут очень много нас, как бы мы пока даем отчеты АТО, те, кто были в АТО. Но, к сожалению, у нас денег пока не поступило на эту категорию, но и пока не стал никто на квартирный учет. Не стал из них? Да, с АТО. Приходят, спрашивают. Хочу сказать, что статус, само, я так сказать, набутя статуса АТО не дает права стать на квартирный учет. То есть первое основание – это регистрация и проживание в городе не менее пяти лет. А где ты должен быть зарегистрирован? В каком-то общежитии? Нет, не обязательно. Ты даже можешь жить в своей квартире. Допустим, мама, папа и сын взрослый старше девяти лет. Он является, допустим, разнополым к одному из родителей. Либо там двухкомнатная квартира мама, папа, сын и дочь. Тоже как бы мальчик с девочкой старше девяти лет не могут проживать. То есть в каждом конкретном случае рассматривается причина. Это первая причина. Вторая причина – основание стать на квартирный учет. Это занимаемая площадь 6 и менее квадратных метров на одного человека жилой площади. Дальше идут проживания в домах, не соответствующих санитарным нормам. То есть аварийные, ветхие, непригодные для проживания. Но это они должны быть вызваны официально. То есть решением исполкома, экспертиза, что дом ветхий, аварийный или еще какой-то. Проживание в общежитии. Опять же, в общежитии у нас практически уже не осталось. Это только швейный фабрик. Первый человек, который стоит на очереди, это с 1980 года. Когда последний раз выдавали квартиры? Последний раз это было массовое распределение жилья в 2010 году, когда в Державную ипотечную установку было предбанное умистие квартиры. Далевое участие в доме по улице Пирогова 2А. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова